14 вольтовые шуруповерты 14 вольт 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 который мы сейчас рассматриваем это один из самых красивых шуруповертов мне очень нравится дизайн то есть сделано в принципе неплохо и ручка я бы сопоставил ее с макитовской то есть очень неплохо сидит в руке сразу небольшие характеристики в общем шуруповерт у нас двухскоростной сверху как у многих сделан переключатель первая скорость от 0 до 400 оборотов вторая скорость внимание от 0 до 1700 то есть если сравнивать его с одноклассниками в основном у них идут сколько 1300 1400 не знаю максимум 1500 я видел а здесь 1700 для такого шурика достаточно неплохо и по поводу переключателя я не могу сказать что это переключатель достаточно тугой если сравнивать например с каким-то bosch но при этом не могу сказать что он прям плавный такой прям легко переключается если брать например вторую скорость получается вот мы ставим вторую легко первая чуть-чуть туговато в общем вот как-то так но при этом я никогда не слышал чтобы у егэ была проблема с переключателем скоростей патрон патрон у него на 10 миллиметров опять же есть муфта то есть можно одной рукой закручивать можно одной рукой раскручивать опять же что по поводу патрона хочу отметить есть как у bosch такая значит трещо . услышите не услышите 3 щетка не такая ярко выраженное когда при рубаши закручивает ондут тут здесь немного тихо но при этом когда вы закручиваете патрон можно примерно понять какое усилие вы прикладывать по поводу В общем, сверло шестерка, на мой взгляд, достаточно ровно, опять же, не знаю, стоит ли об этом укрепить, в общем, здесь быстрый тормоз. И по поводу люфта, ну, как у всех, любой шуруповерт возьмите, здесь есть какой-то люфт. Далее, в шуруповерте есть трещотка, получается, сейчас у тебя покажем, 22 положения и режим сверления. Шуруповерт имеет реверс, получается, есть клавиша, которая имеет три положения, вперед-назад и фиксация курка. По поводу самой клавиши, что хочу сказать, вот это положение фиксации курка, при работе его поймать очень сложно, опять же, если это вам нужно. То есть, если специально ловить, то можно, а так, ну, проскальзывает. По поводу аккумулятора, данная версия снабжена акками полтора ампер часа, опять же, наверное, есть еще и другие. По поводу съема, что хочу сказать, снимается легко, любым пальцем, хоть, не знаю, взяли там, мизинчиком сняли, никаких проблем. Что шурика, что зарядки. Многие, конечно, говорят, такой легкий съем шуруповертов объясняется тем, что очень слабые контактные группы. Честно, я не эксперт, не знаю, но такой съем мне нравится, очень удобно, когда не надо вот так где-то зажимать и пытаться что-то выдрать. Опять же, это мое мнение. Одно из главных достоинств ТЕГЭ, это получается его вес. Шуруповерт и ак. Даже меньше заявленных одного килограмма двухсот грамм. Без акка. Всего 900 грамм. Ставший традиционным тест на то, сколько здесь ступеней. В общем, на слух. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая. Вообще, делал этот тест несколько раз, максимум показывал 16. По поводу этого переключателя, что хочу сказать, положение плавное и, в принципе, на слух еле ощутимое. Опять же, на мой взгляд, достаточно для любого крепежа. Расспросили, давайте попробуем. Получается, положение трещотки у нас первое, саморезы пятидесятые. Тот же самый брус. Попробуем, на каком положении закрутит этот саморез. Так, давайте здесь начнем. Первое, второе, третье, четвертое, четвертое. Еще одни закрутил, пятая. Прикольно. Пятая оказалась слабее, чем четвертое. Давайте шестое. Седьмое, чтобы видно было. Практически. Давайте восьмое. Девятое. Еще не закрутил. Давайте десятое. Десятое. Ни фига, одиннадцатое. В принципе, заподлицо. Вот так вот это выглядит вблизи. В общем, опять же, берем десятое сверло. Заряжаем его сюда. Что хочу сказать по патрону. В общем, мы делали тест этих шуруповертов из АЕГ. За все время тестов ни разу ничего не вывалилось. В общем, давайте. Первая скорость. Режим сверления. Теперь попробуем на второй. 1700 оборотов все-таки. Это было круто. Давайте еще раз. И контрольный. Реально быстро. Десятое сверло. Крутящий момент на шуруповерте получается 36 ньютон на метр. По поводу электроники АЕГ, что хочу сказать. В общем, получается у нас здесь регулировка оборотов. Мы уже ее рассматривали. И защита двигателя от перенапряжения. То есть, если берете какой-нибудь здоровый, не знаю, глухарь, не хватает мощности, он тупо отключается. То есть, крутит. Все. Зажата клавиша, он отрубился. Значит. Сейчас покажу поближе. Все. Отключился. Трещала, это у меня трещотка, когда ловил. В общем, такая фигня, прикольная вещь. Кому-то может даже и понадобиться. Еще минусы. В общем, здесь минусы такие же, как и на Маките. Первый минус. Отсутствие фонарика. Ни здесь, ни тут, его нигде нет. И отсутствие индикатора батареи. По поводу первого минуса, не знаю, честно, сейчас даже на китайцах делаются фонарики. Очень удобно, потому что есть моменты, где подлезаешь и не видно. То есть, фонарик очень часто спасает. Даже если он просто находится тупо здесь, а не здесь, то хоть какой-то свет он всегда выручает. По поводу акков, что хочу сказать. Может быть, в более емких акках все-таки реализуют эту функцию. Может, какая-то супер дорогая. Но, попробовав раз, повторюсь, привыкаешь очень быстро. В чем фишка? Опять же, порой приходишь на работу, достаешь шурик, все вроде бы нормально работает. Залезаешь куда-нибудь на леса, начинаешь засверлить какие-нибудь саморезы. И на шестом саморезе понимаешь, что у тебя акт-то дохлый. Соответственно, если есть второй, может, там вторым еще просверлил, он тоже дохлый. Но при этом, поняв, что он дохлый, спускаешься вниз, ставишь акт на зарядку, идешь, пить чай. А хотя, перед тем, как залезать, ты мог понять, ага, все дохлый, поставил на зарядку и пошел пить чай. Ну и вывод вот в этой истории с лесами какой? То есть, вот это расстояние, которое вы, точнее, время, которое вы залезали на леса, можно было тупо сэкономить. Хочется добавить по поводу минусов и плюсов. И что хочу сказать, то есть, те минусы, о которых я говорю, они в основном всегда касаются меня. Но при этом, надо тоже не забывать, что задачи, для которых покупаются эти шурики, они тоже разные. То есть, кто-то покупает для стройки, кто-то покупает для дома, а кто-то покупает вообще для хобби. И при этом, хобби у всех разные. Я, например, снимаю ролики в YouTube, а мой коллега, например, он балуется этими электронными сигаретами. Его хобби, например, наматывать в спирали для этих электронных сигарет. Опять же, такой каламбур. И минусы этих шуруповерток для него совершенно другие. Если для меня в шурике главное какая-то компактность, характеристики, фонарики, о чем я говорю, то для него это совершенно другое. Возьмем банально фонарик. Для меня минус, для него наоборот плюс, если здесь нет фонарика. В общем, они когда мотают эти спирали, зажимают, по-моему, гантал, поверх него делают витки. То есть, вот это есть в проволоке другой, не помню, как она называется. Но фишка в чем? Проволока стальная, если фонарик на него будет светить, то ему тупо не видно, как эти витки ложатся. То есть, ровно, либо же неровно. Ему пришлось бы просто этот фонарик взять и закрыть какую-нибудь изоленту. Следующее, то, что мы делали, это вот этот вот тестик. Для меня такой пуск достаточно плавный. Для его задач пуск должен быть гораздо плавнее. То есть, чем плавнее шуруповер будет начинать работать, тем ему удобнее будет ложить витки. Потому что, знаете, вот вначале идет, гудит, а потом, оп, закрутилось быстро. Опять же, он мне сказал, гораздо удобнее, когда это все плавнее. То есть, удобнее и лучше получаться будет его работа. Ну и, соответственно, для меня разницы нет никакой. То есть, шуруповерт будет горизонтальный, либо же под углом. Под углом, кажется, будет как-то и поудобнее. То для него вот такое вот расположение шуруповерта просто идеальное. То есть, когда аккумулятор параллелен, получается, в верхней голове. Потому как они ставят шуруповерт, зажимают все эти спирали и тупо смотрят. Ему гораздо удобнее, когда это все параллельно столу. Про зарядник EG хотелось бы сказать. Ну, во-первых, потому что интересный дизайн, выглядит прикольно. И самое интересное здесь, то есть, не то, что он заряжает. Заряжает он, как все, за один час. Очень яркие диоды. То есть, если сравнивать с тем же Bosch, не знаю, Winterskoll, у них не такие яркие диоды. То есть, сейчас красный, это у нас просто питание. Если втыкаем в батарею, получается просто у нас заряженный зеленый. При зарядке этот зеленый моргает. Моргает он настолько ярко, если на него посмотреть, то можно зайчиков поймать. Удобство, ну, сами понимаете, в любой точке стройплощадки вы всегда увидите, заряжен ли ваш АК, либо же не заряжен. Подводя итог, что хочется сказать. Если, в принципе, по-простому, и вы выбираете просто один шуруповерт, то я бы взял. То есть, мне понравилось. Если сравнивать с тем, что у нас сейчас будет, это у нас будет Bosch, Interskoll, то по компактности это самый компактный шуруповерт. Он получается меньше их, весит меньше, но при этом по характеристикам ничуть не уступает. То есть, он такой же, как Makita по характеристикам. То есть, я имею в виду 36 ньютонов. По косякам, то есть, нет индикатора, нет, например, фонарика и тому подобного. Но по оборотам, например, на второй скорости, на мой взгляд, он помощнее будет. А если задумываться на это глобально, если вам нужны какие-то, не знаю, другие инструменты, перфораторы и тому подобное, то здесь, грубо говоря, придется обломаться. Потому как компания EG на данный момент только делает шурики на этой платформе. Что еще выйдет, как они сказали, получается то же самое по характеристикам. То есть, 36 ньютонов, обороты, по-моему, те же самые. Будет стоять более лютый патрон. Это как на 14-вольтовом баше, который я постараюсь тоже достать и отснять. То есть, железный патрон на 13 миллиметров. Фонарик добавится и батарея уже будет не 1,5, а 2 ампер часа. В общем-то, это все, что будет на 14-вольтовой системе. Каких-то перфораторов, универсальных резаков, еще какого-то черта лысого. Этого ничего на данный момент у EG нет. На этом сегодня у нас все. В общем, остались у нас два паша. Профессиональный и такой, знаете, полупрофессиональный. Интерскол. Ну и, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк. До новых встреч. До свидания.